Здравствуйте, в эфире диалоги. Я Катерина Клеменкова. Министерство сельского хозяйства было возмущено моей статьей «Китай не верит в качество мяса из Казахстана». В связи с этим вице-министр Гульмира Исаева решила провести свою информационную акцию. Она собрала в Астане, как было сказано, лояльных журналистов для того, чтобы вывести меня на чистую воду. К сожалению, Гульмира Султанбаевна отказалась показывать свое лицо, поэтому разговор будет происходить в аудиорежиме. Здравствуйте, Гульмира Султанбаевна. Можно сразу вопрос, с чем конкретно вы не согласны и какие факты вы хотели бы опровергнуть? Вот у нас сейчас наложены ограничения, допустим, со стороны Российской Федерации, но они наложены ограничения по другому виду болезней, не по сибирской язве, как вы ссылаетесь. А из-за чего конкретно ввела Российская Федерация ограничения? И сейчас Российская Федерация получила от нас полный пакет информации о том, какую работу проделал Казахстан по ликвидации очага по дерматиту, который был в Атыраусской области. И что только один случай этого дерматита, а ограничение наложено на всю страну. В данном случае ограничение наложено по дерматиту, но мы обсуждаем сейчас с Российской Федерацией, как снять это ограничение, потому что считаем, что оно было наложено неправильно. Но еще в начале года Солжан Мамудбеков говорил, что Казахстан уже вышел на финишную прямую в договоренности с Китаем о поставках нашего мяса в Китай, на китайский рынок. Ориентировочно он даже называл сроки, что в первом полугодии этого года, но этого не произошло. Что этому помешало? В мае была проведена инспекция, куда были приглашены сотрудники Министерства сельского хозяйства Китая и Гункик. Гункик – это государственное управление надзора и контроля карантина качества. Значит, что они сделали? Они объездили две наши зоны. Вы знаете, что у нас есть девять областей, которые имеют статус страны свободной от ящера, и есть пять областей, которые относятся к другой зоне, зоне с вакцинацией. Вот они объездили оба эти зоны, посмотрели саму ветеринарную службу, посмотрели наши лаборатории, посмотрели наши предприятия, посмотрели наши торговые точки. То есть они посмотрели в целом систему, где у нас проходят именно ветеринарные мероприятия. И по итогам этого аудита мы получили сейчас положительное решение. которое на сегодняшний день дает возможность перейти к следующему этапу. Следующий этап – это оценка системы контроля за безопасностью пищевой продукции. Вот в настоящее время китайская сторона формирует инспекцию по проведению данной оценки. То есть к нам выйдет группа инспекторов, которые посмотрят именно уже сами объекты, которые задействованы в этой системе. Ну то есть будет проверена вся цепочка пищевой продукции, начиная с поля, кончая до стола, то есть от фермы до стола. Тогда почему? И вы вообще согласны ли с утверждением Кинжибека Саутова, главы крестьянского хозяйства РСТА Кота из Восточного Казахстана, которую он адресовал премьер-министру, что Китай согласен покупать наше мясо только после одобрения ветлаборатории России? Это абсолютно безграмотное заявление, которое говорит о том, что фермер вообще не понимает, о чем он говорит. Объясняю. Чтобы нам торговать мясом с Китаем, российские лаборатории не нужны. Мы сейчас, после того, как пройдем оценку системы контроля, мы получим право подавать заявки уже самих предприятий. Эти предприятия войдут в реестр предприятий, которые ведется китайской стороной. Эти предприятия будут иметь разрешение на экспорт животноводческой продукции в Китае. И пользоваться они будут при этом ветеринарными сопроводительными документами, нашими, казахстанскими. То есть вы считаете, что пресс-служба Палаты предпринимателя Томикен неправильно поняла фермера, который выступал перед премьер-министром? То, что в одну кучу было свалено то, что уполномоченные органы Китая требуют от китайских, казахстанских поставщиков наличие ветеринарного заключения в лаборатории Российской Федерации, это такой абсурд, понимаете? Такого в жизни быть не может. И когда он говорит об этом, он, скорее всего, хотел сказать о том, я так понимаю, что он хотел сказать о том, что эта система производства уже отлажена в России. Мне интересно знать, да, министерство уже несколько лет реализует проект повышения экспортного потенциала мяса по крупному рогатому скоту, вкладывая миллиарды тенге. Почему фермерам, почему наши фермеры до сих пор жалуются, что не могут сбыть это мясо? Почему им невыгодно выращивать скот? Это вопрос такой, риторического характера. Сбыть куда? На внутренний рынок, на экспорт, куда сбыть? Куда-нибудь. Ведь они выращивают для чего? Для того, чтобы в конце концов продать, заработать деньги и достойно жить. Этот вопрос, он включает в себя рассмотрение нескольких направлений. Это вопросы государственной поддержки, да? Да, но были затрачены миллиарды. Вы что думаете, я не знаю, сколько было затрачено денег? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассматривать несколько. Это вопросы государственной поддержки, да? Это вопросы развития переработки, да? Это вопросы открытия доступа на рынки, как ЕАЭС, так и на рынки третьих стран. Это вопросы снятия, введения и снятия ограничений. Это вопросы маркетинга, вопросы использования электронной торговли. Ясно. А сколько лет понадобится на то, чтобы все эти вопросы урегулировать? Почему вы говорите годами? Вам нужно драматизировать ситуацию? Нет, просто прошло уже более пяти лет. А вы знаете биологию развития крупного рогатого скота? То есть проблема в биологии? Это, знаете, это не так. Открыл воду, и она потекла. Вы спрашиваете, почему пять лет это не работало? Я говорю, мы пять лет эту систему создавали. Эта система уже работает. И вы знаете, что по итогам прошлого года у нас было экспортивно 16 тысяч тонн мяса. То есть в этом году мы уже услышим, что наши фермеры довольны, да? Но тем не менее, разговаривала на днях, они все равно жалуются на то, что им тяжело. И хотят повышать стоимость на свою продукцию. Вот как вы считаете, что мы можем сказать казахстанцам? Когда будут повышаться цены на мясо и на сколько? Это же рыночная экономика. Я вам что тут сижу и каждый день, как на обменнике, пишу вам, какой сегодня будет уровень цены на мясо. А вы мясо где покупаете и по какой цене можно узнать? Тема, которая была заявлена для разъяснения, это открытие рынка Китая, да? Давайте по нему дальше говорить. Ну вот секунду, еще один вопрос. Я думаю, что он интересен не только мне, но и нашим читателям. Где покупает мясо вице-министр сельского хозяйства и по какой цене? Если я его не ем, то я его не покупаю, понимаете? Вы возглавляете эту отрасль. Вот вы знаете сейчас, почем на рынке мясо? Я, как вице-министр сельского хозяйства, не регулирую цены на рынке на мясо. А вы знаете, почем сейчас продается в регионах Казахстана? Или вас этот вопрос не интересует? Интересует. Я могу ответить другим вопросом риторическим. В каком регионе, на каком базаре, в какое время суток вас интересует цена на мясо? Среднестатистическое. Я вам сейчас, вот она у меня лежит, эта цена, в табличном варианте, по всем видам регионов. А назвать можете? Я вам сейчас ее скидываю и вы ее читаете под рукой. Спасибо, что вы дали нам интервью. А я напомню, с нами в студии была вице-министр сельского хозяйства Гульмира Исаева и я, Катерина Кременкова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова